Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Актуальное интервью. Как осуществляется признание лица инвалидом? По каким критериям присваивается первая, вторая, третья группа инвалидности? Эти и другие актуальные вопросы я хочу сегодня адресовать врачу по медико-социальной экспертизе экспертного состава главного бюро Любови Качкаровой, врачу по медико-социальной экспертизе экспертного состава главного бюро Лонди Моргания, врачу по медико-социальной экспертизе, специалисту по реабилитации экспертного состава главного бюро Ольги Солодянкиной. Здравствуйте, спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. Вот все же, как же осуществляется признание лица инвалидом? Правила признания лица инвалидом прописаны в законе, в постановлении номер 95 от 20 февраля 2006 года. И общие положения правил признания лица инвалидом гласят о том, что признание лица инвалидом определяется при проведении медико-социальной экспертизы, исходя из комплексной оценки его состояния всего организма на основе анализа его клиников функциональных, затем социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных. В постановлении номер 95 условия признания гражданина инвалидом. Это первое. Обязательно должно быть нарушение здоровья со стойкими нарушениями, расстройствами функции организма, которые обусловлены заболеваниями, последствиями травм или же дефектами. Обязательно вторым условием должно быть ограничение жизнедеятельности. Это ограничение к самообслуживанию, ограничение к передвижению, ограничение контролировать свое поведение, ограничение к общению, ограничение к обучению, ограничение к ориентации и ограничение к трудовой деятельности. И третьим условием – это необходимость в мерах социальной защиты инвалида. То есть, чтобы признать инвалидом гражданина, необходимо все три условия. Спасибо большое. А вот насколько сложна на сегодняшний день процедура получения инвалидности и каков ее механизм? Дело в том, что сложности никакой нет. Есть гражданин, у которого есть заболевания, которые в системе здравоохранения, в лечебно-профилактических учреждениях лечатся, обследуются. Лечение проводится по всем пунктам – и медикаментозное, и оперативное. И когда после всех мероприятий, там же включается и санкур-лечение, лечение в профилакториях, пансионатах, и вот когда после всех мероприятий остаются осложнения, минимум второй степени стойких нарушений, и они приводят к ограничению, вышеперечисленных ограничений жизнедеятельности, в этом случае лечебно-профилактические учреждения заполняют форму 088У-06, она прописана законами здравоохранения, и гражданин приходит к нам с этим направлением, со своим паспортом, пишет заявление, и к моменту освидетельствования, вернее, проведения медико-социальной экспертизы, приносит все свои медицинские документы. А вот какие же документы необходимы для получения группы инвалидности? Любой человек, когда он лечится, ему на руки дают эпикризы, выписки из истории болезней, затем у него есть амбулаторная карта, как мы называем это паспорт больного, то есть его обращение за год, затем все обследования, они разные бывают, соответственно, какому-то заболеванию. Все снимки рентгенологические, все заключения, это вот все документы медицинские. Истерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, определен административным регламентом, который был утвержден Министерством труда Российской Федерации от 29 января 2014 года. И называется этот приказ 59Н. Необходимый перечень обозначен в пункте 28 названного документа. И обязательным является документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, достигшего возраста 14 лет, то есть это паспорт, свидетельство о рождении, это в возрасте до 14 лет. Обязательным является для лица иностранного гражданина, также документ, удостоверяющий личность. Лица без гражданства, временное удостоверение на проживание на территории Российской Федерации, либо же удостоверение беженца, либо удостоверение вынужденного переселенца. Обязательным является заявление о предоставлении государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. Заявление пишется лично самим гражданином, проходящим медико-социальную экспертизу, либо же его законным представителем. И также обязательным является направление на медико-социальную экспертизу, которое оформляется медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь. Это основной перечень, необходимый для предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. А вот коротко хотелось бы узнать о новом законе Минтруда 10.24Н, ужесточающий правила присвоения группы инвалидности. Что коренным образом изменилось? Ну, если немножечко вдаться в историю законов наших, в медико-социальной экспертизе, как и в любой другой экспертизе, имеется элемент субъективизма. То есть мнение эксперта. От мнения эксперта зависит какое-то решение. В этом законе каждое заболевание разграничено на определенные проценты, в зависимости от нарушения функции какой-либо патологии. Допустим, если это нарушение функции любой патологии первой степени, это от 10 до 30%. Если это нарушение стойкой функции второй степени, то это от 40 до 60%. Если это нарушение выраженное, стойкое, третьей степени, это от 70 до 80%. И значительно выраженные нарушения стойки четвертой степени, они от 90 до 100%. И поэтому мы считаем, что на сегодняшний день, если раньше вот этот элемент субъективизма был, то на сегодняшний день мы работаем в правовом поле. То есть и сам гражданин со своими документами в интернете есть этот закон. Он может все свои функции, нарушения функции, осложнения сравнить по таблице, по приложению к этому приказу и приблизительно уже знать, в пределах каких процентов, какие нарушения функции, чему соответствуют. Когда к нам приходят, естественно, у нас при проведении медико-социальной экспертизы все врачи комиссии смотрят, у нас есть свои функциональные пробы для определения ограничения жизнедеятельности. Вот по каким же критериям все-таки назначается та или иная группа? Ну вот в этом приказе прописаны и классификации, и критерии. Вот, например, возьмем заболевание такое, как бронхиальная астма. Бронхиальная астма может быть с обострениями, персистирующая, смешанная форма, то есть и аллергические компоненты, инфекционные. И у человека может быть эта астма осложняться дыхательной недостаточностью второй степени. И когда обострение в течение года три раза и дыхательная недостаточность второй степени, то это в пределах 40-60%. И здесь однозначно определяется третья группа инвалидности. То же заболевание, если в течение года шесть обострений, иногда бывают статус астматикус, когда человек попадает, гражданин попадает или в реанимацию, или же обязательно стационарное лечение при таких, они длительные, затяжные обострения. Дыхательная недостаточность здесь второй, третьей степени. И здесь уже в связи с длительностью процесса заболевания легочного. Есть такое осложнение, как хроническое легочное сердце. И при этом хроническая сердечная недостаточность второй а степени. И в этом случае, естественно, это 70-80%. И устанавливается вторая группа инвалидности. Ну и первая группа по этому заболеванию это более шести обострений, частые статус астматикус, то есть тяжелые состояния, которые требуют реанимационных мероприятий, дыхательная недостаточность третьей степени и хроническое легочное сердце с ХСН, то есть хронической сердечной недостаточностью второй В стадии. И это однозначно 90-100%. И это люди, которые могут быть, если даже мобильны, то в пределах своей комнаты, одышка в покое. То есть это однозначно инвалиды первой группы. Насколько обоснованно ежегодное переосвидетельствование граждан в силу тех или иных обстоятельств, не имеющих руки или ноги? Дело в том, что при ампутации верхней или нижней конечности у нас, как обычно, нет вообще проблем. И когда идет ампутация, допустим, только кисти или же предплечья, или же одной-две трети голени, то в этом случае дается группа инвалидности третья бессрочно. Если же ампутация верхней конечности или нижней конечности верхней трети плеча или же бедра и культя соответствует тому, чтобы протезировать данную конечность или верхнюю или нижнюю, в этом случае на один год дается вторая группа инвалидности, протезируется такой больной в программе реабилитации, это прописывается, это дорогостоящие средства для реабилитации. И на второй год, когда уже приходит гражданин, естественно, дается третья группа бессрочно. Еще, когда дается сразу бессрочно, это когда ампутирована любая конечность или верхняя, или нижняя, и нет культи, или она очень короткая, или же вычленен сустав плечевой или тазобедренный, то есть в этом случае однозначно, так как нет верхней конечности самообслуживания второй степени, и дается сразу вторая группа бессрочно, и когда нижняя конечность бедренная кость или маленькая культя или сустав вычленен, здесь тоже дается вторая группа бессрочно. А в каких еще случаях бессрочно группа дается? Дается тогда, когда, допустим, две нижние конечности ампутированы, допустим, на разных уровнях, дается первая группа. И если, допустим, ампутирована верхняя и нижняя конечность, тоже дается первая группа. Это в пределах 90-100%. Только в этих случаях присваивается бессрочно. А вот давайте обратимся к статистике. Вот на сегодняшний день сколько зафиксировано инвалидов первой, второй, третьей степени по Карачаево-Черкесской республике, и есть ли градация, и какие чаще всего заболевания приводят к инвалидности? Самый большой процент это, конечно же, вторая группа инвалидности, где-то она составляет 50% от общего количества инвалидов. Второе место занимает это первая группа инвалидности, тяжелые, больные, но в процентном соотношении она где-то составляет около 20-ти. И третье место на сегодняшний день у нас занимает третья группа инвалидности, ну это в основном за счет лиц туда способного возраста, потому что они могут войти в социум и продолжать работу в уменьшенном объеме, либо какие-то ограничения для проведения своей профессиональной деятельности. В структуре же первичной инвалидности на первом месте, как и в предыдущие годы, и как в целом по стране и в СКФО занимают болезни системы кровообращения, и составляют они где-то около 32-33%, хотя за последние годы отмечается тенденция к снижению болезней, инвалидизирующих болезней системы кровообращения, возможно, это обусловлено, на сегодняшний день проводится лечение по ВМП, то есть высокотехнологическая медицинская помощь, и поэтому, возможно, это тоже послужило тем, что на сегодняшний день как бы тенденция к снижению болезни системы кровообращения. Второе ранговое место занимает злокачественные новообразования, и где-то они на сегодняшний день составляют около 20-21%, но, к сожалению, за последние вот как бы 2-3 года наблюдается тенденция к росту. К 2020 году аналитики прогнозируют рост злокачественных новообразований и переход их в первое ранговое место. Третье ранговое место на сегодняшний день занимают болезни костно-мышечной системы и составляют они около 10-11%. Это что касается лиц возрасте 18 лет и старше. У детского же населения, то есть это до 18 лет, там чуть-чуть другая статистика. На первом месте на сегодняшний день по нашей республике болезни нервной системы, и причем за последний год произошел рост. В прошлом году они занимали третье ранговое место, на сегодняшний день перешли они на первое. В основном это за счет ДЦП. Мы сравнивали и заболеваемость, выросла заболеваемость по ДЦП, ну и соответственно это привело к росту инвалидности. Второе и третье ранговое место делят психические расстройства и врожденные аномалии. В статистике по Российской Федерации примерно такой же расклад и на сегодняшний день такая картина. А вот в каких регионах нашей республики наибольшее число инвалидов проводите ли вы подобные мониторинги? До 2013 года мы проводили, пока мы сейчас работаем в программе ЕВА называется Единая вертикально интегрированная автоматизированная система. и согласно этой программе мы статистику такую не проводим на сегодняшний день. Во-первых, там основным показателем распространенности инвалидности является интенсивный показатель, который просчитывается на 10 тысяч населения. У нас есть районы, где численность населения не достигает 10 тысяч. Там отдельно считается трудоспособной, отдельно пенсионный возраст и отдельно население детское считается. Поэтому как бы не рентабельно или как сказать просчитывать показатели по районам. Потому что может быть при небольшой численности населения может быть всего два инвалида и показатель будет очень высоким, так как численность населения в районе небольшая. А в целом у нас тенденция к снижению за 15-й год у нас интенсивный показатель составил 63,7 промилле. Он снизился на где-то 3,2 промилле в сравнении с 14-м годом. И по СКФу мы занимаем четвертое место. Мы не в лидерах по этим показателям. Работа ведется и здравоохранением и нами. Это радует, что не в лидерах. А скажите, пожалуйста, как вы объясните, что медико-социальная экспертиза относится к Министерству труда и социального развития, а не к Министерству здравоохранения, вроде бы более связанное Министерство здравоохранения? Министерство здравоохранения занимается обследованием, лечением граждан, предоставлением, допустим, льготного лечения по закону номер 890 о государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. А наше федеральное казенное учреждение медико-социальной экспертизы не проводит лечебно-профилактических мероприятий, то есть не занимается лечением граждан. Федеральное казенное учреждение по Российской Федерации, в частности наше по Карачаево-Черкесской республике, предоставляет услугу по медико-социальной экспертизе, то есть проводит ее и определяет меры социальной защиты в виде индивидуальной программы реабилитации, как она сегодня называется ИПРА, в которой прописаны все меры социальной защиты и медицинские, и технические средства. Еще хотелось бы сказать, вот тот закон 890-й, это закон Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июля 1994 года, в котором прописаны заболевания серьезные, при которых любой гражданин, заболев, например, детский церебральный паралич, муковицидоз, фенилкетанурия, СПИД, ВИЧ, онкологические заболевания, лучевая болезнь, туберкулез и так далее. Они здесь прописаны этим законам и они могут пользоваться льготным лечением, то есть обращаются к своему врачу, врач прописывает лекарства льготные, вернее, льготные рецепты, и затем оповещают аптеки социальные, где уже адресно данный больной может получить свои лекарства для лечения льготные, то есть бесплатные. Вот, поэтому, на мой взгляд, федеральные казенные учреждения медико-социальной экспертизы, так как они занимаются социальной защитой граждан, получателей госуслуги, и относятся поэтому к министерству труда и социальной защиты. А вот скажите, вот ту программу, которую вы упомянули, ИПРА, как ее сокращенно называют, говорят, имеет пробелы, существенно влияющие на права граждан с инвалидностью. Так ли это? Слухи это или нет? ИПРА вступила в силу, мы работаем с 1 января 2016 года по приказу 528Н Министерства Труда и Социальной Защиты Российской Федерации. Но каких-то нарушений и пробелов в этой ИПРе нет. Наоборот, стало легче отдифференцировать, где идет медицинская реабилитация, профессиональная реабилитация. А тогда плюсы этой программы какие для наших телезрителей? Этой программы в том, что после разработки данной программы мы рассылаем выписки по организациям, которые отвечают за каждый раздел реабилитации. То есть медицинская идет в здравоохранение, социальная, в соцзащиту. При выписке технических средств реабилитации мы отправляем выписку в Федеральную социальную службу. И они уже получают сразу эти выписки где-то в течение трех дней. Хотя по старой и пре больные инвалиды обращались сами. То есть они захотели, пошли, захотели, нет. То есть это у нас индивидуальная программа? Это индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида и ребенка инвалида. Спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, кому назначаются коляски с электроприводом? Коляски с электроприводом это одно из технических средств реабилитации инвалида. Согласно последнего приказа 990N, который был принят 9 декабря 2014 года, и звучит он так, об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. В этом приказе очень четко прописаны техническое средство, показания для его выписки и противопоказания. Вот для колясок с электроприводом существуют четкие, допустим, показания. В первую очередь должны быть стойкие, выражены нарушения функций верхних конечностей в результате заболеваний, травм. То есть там прописано четко поражение, допустим, плечевого, локтевого сустава, пальцев, возможность инвалидам схват удержать, мелкие предметы, крупные предметы длительно удерживать. Здесь отражаются степени сгибания, разгибания в суставах, атрофия мышц. Это по верхним конечностям. Но это должно идти в сочетании с выраженным или значительно выраженным поражением функций нижних конечностей. Скажите, пожалуйста, как служба медико-социальной экспертизы взаимодействует с общественными организациями? Служба медико-социальной экспертизы недавно, буквально 20 апреля 2016 года, был создан общественный совет ФКУ ГБМС по Карачаево-Черкесской республике Минтруда России, в который вошли все общественные организации, работающие с инвалидами. Это общество слепых, общество глухонемых, затем Народный фронт, частное общество работы с инвалидами детьми по ДЦП, затем День Республики, наша газета общественная и многие другие. Уже было два заседания, мы определились там с программой и будем каждый месяц собираться и разрабатывать какие-то участия, допустим, в средствах массовой информации, доводить до сведения граждан наши нормативные документы. частно помогать получателям госуслуги. 15 апреля у нас в эфире была горячая линия с ведущими специалистами Министерства здравоохранения. И во время прямого эфира к нам поступило множество вопросов, непосредственно касающихся вашей деятельности. Я хочу озвучить несколько из них, наиболее актуальных. так, например, жительница Черкеска Галина Григорьевна Хребетова 53 года медицинского стажа. Она оставила свой номер телефона. Я инвалид второй группы, ветеран труда. После того, как присвоили вторую группу по инвалидности, с меня сняли ветеранские 450 рублей. Правомерно ли это? То, что ей сняли ветеранские, как ветеран труда, 450 рублей, это правомерно, потому что выбирают льготу, которая более значимая, и добавляют к основной пенсии одну. Поэтому выбрали вторую группу инвалидности, эту льготу. Она, по-моему, более чем в два раза больше, чем эта ветеранская. И поэтому ее добавили к ее основной пенсии, а вот эти 450 рублей сняли. Поэтому это правомерно. Спасибо большое. Жительница Черкеска Лариса Магомедовна Узденова задает такой вопрос. Характер заболеваний у меня хронический. Четыре года была на второй группе, а постоянную дали третью группу. Это вообще справедливо? Дело в том, что Лариса Магомедовна Узденова впервые была освидетельствована в 2009 году. Тогда была установлена третья группа инвалидности. Затем с 2011 по 2012 год у нее была вторая группа инвалидности. В 2013 году во время проведения медико-социальной экспертизы затруднились врачи МСЭ бюро номер один. И она была направлена на консультацию в экспертный состав главного бюро, где мы ее освидетельствовали. посмотрели, провели все функциональные пробы, угломером измерили все ограничения у нее хроническое заболевание суставов. И после осмотра всех ее медицинских документов был выставлен диагноз второй степени функции нарушений, что ранее говорилось, что это соответствует от 40 до 60 процентов и третьей группе инвалидности. Так как в постановлении 95 пункт 13 гласит о том, что не позднее четырех лет, когда есть стойки, необратимые процессы, возможно предоставить, установить группы инвалидности бессрочно, так и было принято решение третья группа без срока освидетельствования. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. Ну а с телезрителями я прощаюсь и напоминаю, что это была программа Актуальное интервью. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Игорь Негода.